Всем привет дорогие друзья! Сегодня я хочу показать вам еще один рецепт кулича. У меня уже достаточное количество их на канале и все рецепты по-своему хороши и каждый найдет себе что-либо по вкусу, такой как ему именно понравится и по его личным убеждениям. Но у меня в этом году на столе будет именно такой кулич. Этот кулич очень пористый, очень легкий, при этом довольно такой объемный получается. В нем очень много разных сухофруктов, не каждое тесто сможет поднять такое количество и быть равномерно пористым. Это нужно учитывать. А я очень люблю, чтобы там было много-много всего. Рецепт на самом деле не сложный, приготовить можно в нескольких вариациях и я вам дальше расскажу, что именно я имею ввиду. Давайте же будем приступать. Для начала нам понадобится слегка теплое молоко. Молоко должно быть до 40 градусов температура. Пальчиком пробуйте, чтобы оно было вот примерно как температура тела. Добавляю туда буквально 2 грамма дрожжей. Дрожжи я для куличей всегда использую только прессованные живые, но можно конечно же использовать сухие, если вы любите ними пользоваться. И сразу же просеиваю сюда муку. Это у нас будет опара. Опара у нас получится довольно густой, не жидкой в этот раз. Можно в принципе обойтись и без опарным способом. Если вам не охота возиться, вы можете просто все составляющие для опары смешать с оставшимися составляющими для теста и не париться по этому поводу. Все получится тоже очень вкусно. Но с опарой мне нравится работать больше. Более пористое тесто получается. Опару накрываем пленкой и сверху полотенцем. Ставим в теплое место и пускай она часик постоит. За это время я замочу изюм. У меня будут разные сухофрукты. У меня будет и изюм, и клюква, у меня будет и сушеный манго, и вишня. И поэтому изюм у меня всего лишь 80 грамм. Я в него добавила немножечко темного рома. И теперь выжимаю сюда половинку сока апельсина. Апельсинчик у меня был довольно крупный. Нужно, чтобы просто он покрыл изюм. И отставляем, пускай себе пропитывается. Чем дольше, тем лучше. Уже час простояла опара. Она увеличилась где-то вдвое, несмотря на то, что там всего лишь 2 грамма дрожжей. Но они уже начали активно работать в тепле. И теперь добавляем все оставшиеся составляющие для нашего теста. Вначале добавим более жидкие и дрожжи. Сразу сюда ломаю дрожжи. Все буду отвешивать по весам. Добавляю также сюда ванильный сахар. И отвешиваю оставшийся сахар. В общем, количество сахара будет 150 грамм. Также сюда буду использовать мед. Мед можно заменить инвертным сиропом, либо можно даже использовать патоку, либо трималин. Но я люблю мед, он и цвет даст, и интересный такой привкус. У меня вообще здесь крем-мед, перебитый с облепихой. То есть, очень вкусно должно получиться. Перемешаю опару с сахаром и медом. Это активизирует побыстрее наши дрожжи. Это раз. А во-вторых, просто начнет растворяться сахар и будет вот такая более мягкая консистенция, удобнее будет перемешивать. Теперь сюда буду вводить яйца. Нам понадобится 2 целых яйца и 3 желтка. Также мы будем добавлять еще жидкие составляющие. И смотрите, нам нужно, чтобы количество яиц и жидких составляющих, в общем, вышло на 300 грамм. И поэтому я все делаю на весах. У меня яиц получилось 170 грамм. И поэтому оставшиеся я буду добавлять жидкие составляющие. Еще мне останется 130 грамм добавить. Можно добавить либо сметану, либо сгущенку белую, не вареную. И можно также это все совместить. То, что я именно и буду делать. Я решила добавить 50 грамм сметаны и 80 грамм сгущенки. Также добавляю сюда немножечко соли, буквально пол чайной ложечки. И перемешиваю. Просто соединяем все составляющие. Теперь добавляю сюда масло. Масло у меня комнатной температуры, а яйца у меня были холодные. И добавляю сюда 2 столовые ложки подсолнечного масла. Это нужно просто для того, чтобы тесто было более пластичным и с ним было удобнее работать. Теперь буду добавлять сюда муку. Для начала я добавляю сюда сразу полкило муки, 500 грамм. И перемешиваю. Оставшуюся муку я уже буду использовать на подпыл при замешивании теста. Нам может понадобиться как 100, так и 150 грамм муки еще. Поэтому всю сразу не высыпаем. Подпыляем по мере необходимости. Тесто должно получиться эластичным. Оно не должно стать плотным. И замешиваем наше тесто. Можно замесить его в комбайне. Тогда пускай оно в комбайне у вас помешается где-то 10-15 минут. Если вы будете использовать руки, то конечно стараемся тоже минуток 10 хорошо его помешать. Если у вас руки не устанут и получится мешать 15, то тесто от этого только выиграет. Замешиваем тесто. Оно станет более эластичным и пластичным. При этом оно не должно стать плотным. Оно должно быть немножечко таким плывучим. Если вы его кладете на одно место, оно должно немножечко у вас расплываться в разные стороны. Но при этом уже оно не должно липнуть абсолютно у вас к рукам. И быть вот таким вот мягким и желтеньким. На данном этапе это тесто я буду отправлять в холодильник. Можно использовать вариант не холодильника. Тогда вы это тесто отправляете на полтора часа подходить в теплое место. Затем обминаете и укладываете уже формы. Но я буду использовать такой французский метод. Отправляю тесто в холодильник на ночь. Оно должно там простоять минимум 4-12 часов. Как у вас получается, но удобнее всего на ночь. Тем временем я еще подготовлю сухофрукты. Я их нарежу. Замачивать их не буду. Здесь у меня будет сушеный манго. Здесь у меня также будет клюква и вишня. Как делать вяленую вишню я уже показывала несколько лет назад. Обязательно ссылочку вам на это видео оставлю в описании. Набухший изюм сливаем и промакиваем его салфеткой, чтобы не было лишней влаги. Посмотрите, тесто после холодильника за счет большого количества масла уплотнилось. Поэтому не переживайте. Оно должно таким получиться, потому что оно у нас жирненькое и масло стало плотным. Если масло у вас хорошего качества. Добавляем к нашему тесту все сухофрукты. Если вы не отправляли тесто в холодильник, а оно у вас стояло просто в теплое, вместе полтора часа подходило, точно так же добавляйте сухофрукты и слегка приминайте, обминайте тесто. Долго его тогда не мните. Но в моем случае тесто после холодильника требует, чтобы его чуть-чуть разогрели. Благодаря этому способу дрожжи в холодильнике развиваются, их становится больше, но при этом они выделяют мало углекислого газа, то бишь не работают. Соответственно, когда они начнут потом работать при нагревании, они будут делать это быстро и с большим удовольствием. И это тесто поднимается намного выше, чем при обычной растойке. Я буду использовать вот такие и металлические, и бумажные формочки. Обязательно дно металлических и боковушки я выстилаю пергаментной бумагой, чтобы потом не было никаких проблем с доставанием. Тесто еще холодненькое, я его помяла минуток 3-4. И теперь подкатываю шарики, смотрю, чтобы сверху не было особо много сухофруктов, потому что они только подсохнут при выпечке. И отправляю в формы эти шарики. Тесто в форме должно быть где-то на 1 треть, может чуточку-чуточку больше, но в любом случае меньше половины, иначе оно у вас повылазит просто наверх с ваших форм. Теперь нужно отправить наши куличи подходить. Так как тесто холодное, первые полчаса минут 40 тесто должно только нагреться. И потом оно подходит у нас где-то в течение еще полутора часа. Потому что пока оно нагревается, но на самом деле это удобно, если вы печете куличи, допустим, в субботу, вы утром достали, раскладили по формам, забыли про это тесто, а потом пришли и сразу печете, не нужно ничего замешивать. Подходят они, посмотрите, как высоко. Эта формочка у меня даже вылезла наверх, выше, чем мне нужно было. И теперь мы их ставим в духовку печься. Духовка разогрета до 170 градусов, пекутся куличи в зависимости от вашей духовки и от количества и размера куличей. Но первые 20 минут советую туда не заглядывать, чтобы не вдруг у вас там ничего не село. И просто смотрите по верхушке, чтобы она стала красивой у вас. Ориентируйтесь также и на сухую шпажку. Куличи получаются очень мягусенькие, не хочу его ломать, разрывать, чтобы просто повредить его. Но покажу вам, что он получился очень-очень нежный и мягенький. Как вы помните, у нас еще оставались белки с яиц, из которых я приготовила безе. И также из них приготовила глазурь, которой буду сверху украшать куличи. У меня много вот всяких разных посыпок, здесь и вафельные картинки, и цветочки, и посыпки. Цветочки тоже сделаны из глазури взбитой. Ну и соответственно безешки. Из этого количества теста у меня получается 2 больших кулича, 2 средних и 3 маленьких. Этот кулич у меня даже вылез вон выше, чем нужно и подпер крышу духовки. Чуть-чуть влез. Из 75 грамм белка и 150 грамм сахарной пудры я взбила глазурь. Глазурь долго не взбивала, для того, чтобы она была немножечко мягкая, и у меня получилось делать потеки. А из оставшегося одного белка я насушила безе. Точно таким же пропорциям сахарной пудры в 2 раза больше по весу, чем белка. Взбиваем, можно добавить немножечко лимонной кислоты, либо добавить еще туда какой-нибудь ароматизатор. И красителей сушим безе при температуре около 90 градусов с приоткрытой духовкой. Также посыпаю рисовыми вот такими вот шариками. Мне они нравятся больше, чем сахарные, потому что они не твердые. И еще немножечко у меня здесь разных орехов, в данном случае бразильский орех стружкой посыпаю. Сама просто ножиком его порубила. И вот такая вот красота получается. Сбоку у меня печеньки бамбук еще стоят порезанные. Очень такие нежные получаются. Поставила еще сюда вафельную бабочку. Очень красиво и очень нарядно, мне кажется, это получается. А украшение очень простое. В общем, если вдруг у вас остались какие-то вопросы и вдруг я что-то не сказала, обязательно спрашивайте в описании. Эти куличи получились очень насыщенные и очень вкусные. Я думаю, они всем понравятся на праздничном столе. С наступающими у вас праздниками! Не забывайте, конечно же, поставить пальчики вверх. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч! Пока-пока!